Если вы хотите купить лампу для сушки геля или гель-лака, но вы понятия не имеете, почему одна стоит 500 рублей, а другая 10 тысяч, и чем вообще отличаются ОФ и диодные лампы, и какую же лучше взять, в этом видео я помогу вам разобраться, рассказать о плюсах и минусах, и вы сможете сделать свой лучший выбор. Прежде чем приступить к выбору, вам нужно определиться, для чего вам нужна лампа, с какой целью вы ее будете использовать. Если вы не мастер и не хотите им пока что становиться, а просто вам хочется дома самой себе попробовать наносить гель-лак, вы просто хотите использовать ее исключительно для себя, но может быть очень редко дать подружке, то естественно нет смысла покупать дорогостоящую брендовую лампу. Самые простые, самые первые лампы, которые появились, это были вот такие, я не знаю, можно ли их купить сейчас, по-моему это что-то вообще уже из прошлого века, вот такие 9-ваттки ОФ-лампы. Смотрите, там только одна лампочка, она мощностью 9 ватт, и на сегодняшний день в ней на самом деле нет никакого толку, она может просушить, ну разве что прозрачный моделирующий гель, даже нет, скорее всего прозрачный однофазный гель, который очень жидкий по консистенции, и в ней уж точно нельзя полимеризовать ни белые, ни цветные, ни пигментированные гели, поэтому несмотря на ее привлекательную дешевизну, я не советую такую лампу покупать в принципе. Так же как и mini USB, вот такие лампочки, я о ней уже рассказывала в обзоре, и она подходит лишь для фиксации каких-то элементов дизайнов, но ни в коем случае не используйте их для полной полимеризации и работы дома, потому что здесь недостаточно мощности для того, чтобы полностью просушить покрытие, а значит в итоге мы получим неудовлетворительный результат, покрытие, которое не будет иметь блеска и не будет долго держаться. Наиболее доступные по цене сейчас это UF лампы. Минимальная мощность, которая вам потребуется, это 36 ватт, то есть в этой лампе внутри будет 4 лампочки, а не одна как в 9 ваттке, и с такой лампой вы сможете полимеризовать абсолютно любые гель-лаки, которые сейчас присутствуют на рынке. Так что плюс этой лампы в том, что она подойдет для любого гель-лака, и в том, что она относительно недорогая. Минус состоит в том, что продолжительность полимеризации, то есть просушки гель-лака будет дольше. Обычно 2 минуты для цветных гель-лаков по сравнению с диодными, где это всего 30 секунд. И второй минус в том, что UF лампочки имеют свойство перегорать. Если вы ищете лампу для себя, и вы будете работать изредка раз в неделю, то вам это не страшно, я думаю, что ее вам хватит на много-много лет. Но при постоянной работе, например, когда я работала 5-6 клиентов в день, каждый день мне приходилось где-то 2-3 месяца менять лампочки. Для этого просто нужно купить новую лампу и заменить ее в самой UF лампе. И опасность заключается в том, что когда они перегорают, вы это сразу не увидите. Все они также излучают такой фиолетовый-зеленоватый цвет, но при этом они уже не излучают достаточно UF излучения, чтобы полимеризовать материал. Поэтому всегда при покупке лучше делайте отметку даты, когда вы ее купили. И где-то каждые 6 при интенсивной работе месяцев и 12 месяцев, если вы работаете редко, их надо будет менять. Если вы готовы потратить больше, то тогда, конечно, лучше взять диодную лампу. Минимальная мощность, которая вам нужна, это 36 Вт. Вот, например, у меня есть вот такая NSI. У нее можно снять дно, что очень удобно, потому что ее удобно будет чистить. И также мы можем увидеть диоды. И ее можно использовать даже для педикюра. То есть мы ставим ногу и вот так вот сверху ее накрываем. Здесь есть три режима. 10, 30 и 60 секунд. Диодные лампы имеют гораздо дольший срок службы. Производитель утверждает, что это около 50-60 тысяч часов. То есть это несколько лет непрерывной работы. И также полимеризация в них происходит гораздо быстрее. Обычно 30 секунд для цветных покрытий. Если вы хотите стать мастером ногтевого сервиса, но пока что стеснены в средствах и думаете, что же выбрать, вам нужно определиться, какие сервисы вы будете предоставлять. Если вы хотите заниматься маникюром и покрытием гель-лаком, то диодная лампа вам вполне подойдет. В ней можно полимеризовать большинство современных гель-лаков. Сейчас уже достаточно сложно найти те, которые не сохнут в леди, в так называемой диодной лампе. Поэтому мощная диодная лампа 36, а лучше 54 Вт вам отлично подойдет. Если вы также хотите научиться наращиванию ногтей гелем, то есть гель, который мы используем для моделирования искусственных ногтей, то сейчас большинство брендов тоже выпустили линейки LED-гелий. Либо гелий, которые сохнут в диодных лампах. Но наряду с ними также есть еще много гелей, которые подходят лишь для УФ-ламп. Поэтому, если вы хотите полноценно заниматься и наращиванием ногтей гелем, и гель-лаками, и дизайном, то, конечно, вам понадобятся и диодные лампы, и УФ-лампы. И, к счастью для нас, мастеров, производители постарались и сделали так называемые гибридные лампы или лампы 2 в 1. Они совмещают в себе и УФ, и диодный свет. Вот, например, у меня есть такая. С виду это просто УФ-лампа, но на самом деле некоторые лампочки УФ, а некоторые диодные. Если мы посмотрим внутрь, то мы можем видеть, что белые – это УФ, а голубенькие – это диодные. Это лампа от фирмы Тортиса, и минус для меня заключается в том, что у нее есть только режим таймера, режим бесконечности, и все. То есть нет возможности включить только диодные лампочки, либо только УФ. А это значит, что когда вы будете сушить гель-лак на лет режиме, например, у вас будет постоянно гореть УФ, что он нагревает немного руки, это не очень удобно, покрытие может растекаться, и это значит, что УФ-лампы будут быстрее перегорать и выходить из строя. Я в работе чаще всего использую вот такую лампу. В ней также есть и УФ, и лет, но здесь УФ-лампочки вот такие, а диодные выглядят вот таким образом. И здесь уже есть режим УФ и режим диода. То есть мы можем включить только УФ, только лет, и также вместе УФ и лет, что иногда нужно, если мы сушим какой-то капризный материал. Здесь также снимается дно, что мне нравится, потому что легко можно почистить лампу, особенно дно, которое при работе, например, с типсами вот таким вот быстро становится. Также есть режим таймера, и она срабатывает по сенсору. То есть как только клиент помещает внутрь руку, датчик срабатывает, и автоматически включается УФ, лет или вместе, смотря какой режим вы выбрали. Два в одном также бывают и вот такие лампы, которые совмещают в себе тоже УФ и лет, но на вид они выглядят просто как диодные. Это и последняя лампа, которую я приобрела. Если честно, я еще недостаточно ее попробовала. Здесь также можно снять дно, что удобно и для педикюра, и для чистки лампы. Здесь есть 4 режима, 10, 30, 60 секунд. И четвертый режим, который я с нетерпением жду, чтобы попробовать, это 99 секунд Low Heat Mode. То есть это режим, когда температура будет постепенно расти. Это нужно для того, чтобы не возникало так называемого закипания в лампе, когда клиент помещает руку в лампу и чувствует сильное жжение. Не могу сказать, что у меня часто есть с этим проблемы. Это все зависит от материала и от техники работы. Но все же иногда приходят клиенты с тоненькой, перепиленной, поврежденной ногтевой пластиной. И им обычно всегда горячо, когда делаешь выравнивание, когда наносишь базовое покрытие. Поэтому я надеюсь, что этот режим поможет избавиться от этого. Напишите в комментариях, интересно ли вам узнать, как в итоге он работал. Давайте подведем итог. Если вы ищете лампу для работы дома, просто для себя, так сказать, попробовать, и чтобы еще сэкономить, то вам достаточно будет ОФ-лампы 36 Вт. Если вы готовы потратить чуть больше, то мощная диодная лампа, минимум 36 Вт также, вам подойдет. Если вы хотите стать мастером и работать с гель-лаками, то в принципе можно обойтись также мощной диодной лампой. 36, но лучше 54 Вт. И для работы, в которой вы сможете делать все, и наращивать ногти гелем, и покрывать гель-лаком, и работать со самыми разными материалами, и делать самые разные дизайны, то лампы 2 в 1 или гибридные лампы, это то, что вам нужно. Если у вас остались вопросы, то пишите их под видео, и расскажите, пожалуйста, есть ли уже у вас лампа, какой вы работаете, довольны ли вы ей, либо собираетесь приобрести другую. Если вы настоящий фанат ногтевой индустрии, так же, как и я, не забудьте подписаться на мой канал, потому что на нем я регулярно публикую мастер-классы, советы мастерам и мотивацию. Спасибо, что смотрели мое видео, и до встречи в следующем. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok